как пришли к панк-року по детской любви конечно пришли я была в лагере мне было 11 лет и там у нашего тренера это был спортивный у нашего тренера там отдыхал тоже племянник взрослый там наверно тогда ему было лет может быть 20 и он ходил в майке нирваны и слушай волочек а чего у тебя это на футболке нирваны там ну вот там группа такая есть рэпми рэпми тратата дал послушать понравилось володька же нравится значит и нирвана нравится на самом деле нирвана потом больше понравилось и с этого все началось первые аккорды на гитаре взяты в том же лагере в 11 лет понятно что это все казалось бы мимолетно но тем не менее запалы и 15 лет уже это была группа уже это был какой-то панк-рок такой девичья банда у нас образовалась его начали сочинять песни играть на гитаре пурген одолжил кстати свой урал бас-гитару так сплотился наш небольшой коллектив недолговечный но потом там продолжение продолжение так далее но в то время я только знала и мои сексе или 8 марта что ли они назывались а потом и мои сексе по-моему сначала 8 марта потом они да вот тогда это были они галя коперник марина и все и вроде бы я больше из девушек никого не не формалов видимо было в то время как-то мало и когда ты их встречал ты них видел своих свои родственные души и соответственно к ним тоже так открыто относился и не было никакой засть наоборот было интересно с ними пообщаться потусоваться съездить на концерты вот там с некоторыми при рогали коперник она в то время работала на тв6 был такой канал было вообще здорово задружиться интересненько пообщаться поэтому девушкам никаких предотвратных отношений не было да никакого протеста даже по смыслу такого как он не было это был подростковый возраст и это был просто такой ор типа да там чуть пойдем гулять и там милицию встретили а нам все равно то есть такой отрыв от родительная какая-то самостоятельности в который проявлялась именно в этих песнях то есть песни ни о чем я гуляю мне хорошо и так далее даже даже не о любви и кстати данном шульц тогда еще репетиционная база была в орехово и тоже такой говорил а чё ты говорит все девчонки о любви поют а вы нет наверно не знали тогда что это такое да потом мы познакомились ёжи сначала вот изгои были пикбастерс потом ёжи куда там сложились какие-то отношения и уже это у нас группа была сначала девическая пункер хаус пурген нам по моему тоже придумал это название а когда познакомились ёжи уже получился другой коллектив немножко с их гитаристом он хотел там тоже проектом идти воплощающий был свои фантазии у него было очень много музыки и он такой говорит давай играть конечно давай и получилась другая группа но там моих любовных песен тоже было немало потому что точнее немного того что в основном писал тема которые песни были мои вот они уже были все лирические и парни таки в чё ты за отстой опять принесла чем мы будем не это не годится ничего так на наши концерты никто ходить не будет а мы играли такой панк-рок опять же это вот какое-то мое нетерпение наверное здесь вышло наружу потому что мы играли четыре года играли конечно бесплатно где-то там надо было даже свои средства какие-то вносить и вот эти вот четыре года и я очень такая вся дерзкая была такая чем уже четыре года играем никто нас никуда не зовет денег нам никаких никто не платит да все мне надоело и тема в тот момент ушел потому что у него родился ребенок ему жена ультиматум поставила либо музыка либо я естественно выбрал семью вот поменялся гитарист а так как тема у нас был лидером в группе который писал песни и основную музыку то дальше уже пошла моя лирика которая привела к разрушению но наркоманов у нас слава богу в группе не было бухло да ну было и все концерты я очень стеснялась выходить на сцену каждый каждый раз и поэтому каждый раз мы накатывали накатали чтобы не было стыдно выходить на сцену и петь песни раскрепощались таким образом но ни к чему хорошему это не привело на сегодняшний день это как сказал бы виталий личко есть четкое понимание что бухим спеть не круто самый яркий концерт по большей части они все были однообразные вот а такое запоминающийся может быть был когда мы поехали в псков майские праздники были собралось очень много народу был какой-то фестиваль и мы там выступили вот почему-то сразу себя заранее готовили что нас сейчас закидают здесь помидорами но нет поддержали так здорово потом на руках носили как раз подходили чё вам надо ребята на героин амфетамин покурить чё поехали сейчас все организуем таки дуня не так сами справимся вот тогда да меня чё-то носили на руках я помню это сам ярко выходили в то время вот сборники панк революция и когда там ребята слушали там там пружина песня такая-то и вообще народ то не за что там девушка поет потому что там рык такой стоял и когда они приходили на концерт и видели что это девочка на сцене они такие ухты а мы думали там парень поет или там такой был возглас а почему такая маленькая девочка так много ругается матом но мы же думали что это круто надо ругаться там мы свои я вообще сейчас понимаю на самом деле что я наверное никогда в общем то я не была этим панком вот и как-то охарактеризовать она в целом и не смогу ну потому что я смотрю сейчас например на ребят который ходит там вот так же да там с булавками с заворотами там грязные пьяные вот недавно ящери видела там опухшие такие я бы так не смогла и поэтому вот у меня немножко душе другое жило что-то не знаю может быть потому что девочка может быть потому что перед мамой мне не хотелось чтобы было стыдно потому что она как ты ходишь все время и мне не хотелось ее позорить ну что такой панк-рок все панк-рок вся наша музыка панк-рок все те кто готовы себя чувствовать свободно не озираться на чужое мнение делать то что они хотят не стесняться этого преподносить так как они это видят пить то что они хотят молодцы что не стесняются как я